Вячеслав Лусаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». Транспортный налог. В настоящее время транспортный налог в России исчисляется от мощности двигателя. То есть вот эта привязка к мощности двигателя, она абсолютно логична и несправедлива. Владельцы мощных, но экологичных, безопасных автомобилей платят достаточно большие деньги. Во-первых, это налог региональный, он идет в региональные бюджеты, и он достаточно большой. Большая часть регионов до последнего изменения в законодательстве ДНК, изменения как раз исчисления и объема этого налога, уже перешли к максимальной ставке. Вообще федеральным законодательствам разрешено увеличивать или уменьшать в пределах в пяти раз базовую ставку. Базовая ставка зависит, повторяю, от мощности. Недавняя попытка Госдумы увеличить транспортный налог вдвое, как известно, закончилась тем, что ответственность Федеральный Центр переложил на регионы. И регионам теперь разрешили этот коридор увеличить до десяти раз. То есть те, кто до пяти уже увеличил ставку, теоретически могут поднять ее до десяти раз. То есть получится то же самое удвоение ставки максимальной. Ну и ряд регионов уже к этому приступил. Кто-то на небольшой процент увеличивает эту ставку, на 20, 10, 30 процентов. А Калининград, например, пошел на беспрецедентное увеличение размера этого налога, что вызвало самый крупный, самый массовый митинг, пятитысячный митинг за последние десять лет. Были акции протеста, были выступления байкеров, которые демонстративно снялись с учета и расписав транзитные номера нецензурными обращения в адрес губернатора босса, продефилировали на своих мотоциклах по центру города и так далее. То есть вопрос достаточно болезненный с транспортным налогом, повторяю. Во многих странах он включен, в некоторых странах он включен, ну не в некоторых, это порядка около 100 стран, он включен в стоимость топлива. То есть заправляясь, вы уже отдаете часть стоимости купленного топлива, отдаете в дорожные фонды. Дорожные фонды тоже функционируют успешно во многих странах, в отличие от России. В России они в 2000-2003 году были ликвидированы, хотя вот в декабре, в конце ноября точнее, прошел госсовет в Ульяновске, где Дмитрий Анатольевич Медведев дал задание правительству рассмотреть вопрос о возрождении дорожных фондов. Это нельзя не приветствовать, потому что дорожный фонд это было аккумулирование средств, идущих на дорожные строительства. Так это происходит во многих странах, туда идут акцизы с топлива, туда идут транспортные те же налоги и так далее. У нас, повторяю, существовал такой, такие дорожные фонды, они были ликвидированы, и это было сделано совершенно неправильно. Вот эта попытка изменения, модернизации такого вида налогообложения окончилась провалом, потому что собираемость на сегодняшний день транспортного налога где-то приблизительно 50%. То есть, если бы этот налог был включен в топливо, мы покупали бы топливо, то автоматически была бы собираемость стопроцентная. Не нужен фискальный аппарат, стопроцентная собираемость, и принцип социальной справедливости был бы реализован. То есть, больше ездишь, больше твоя машина ест, мощный двигатель, больше платишь. Меньше ездишь или не ездишь вообще, вообще не платишь. У нас многие пенсионеры только в летний период передвигаются до дачи, и все, и пробег маленький, а люди платят налог за круглый год. Мы разговаривали с грузоперевозчиками, им тоже удобнее платить в течение года, то есть, с каждого купленного литра топлива. Хотя в максимальном выражении сумма налога у них увеличится, то есть, фискальная, значит, эта сумма будет больше, чем при фиксированном налоге. Но так, размазав в течение года, этот налог легче его платить, потому что есть индивидуальные предприниматели, у которых 10, 15, 20 автомобилей. Заплатить сразу десяток, другой тысяч долларов за раз, как говорится, одним куском, это достаточно сложно. Ну, в общем, вот этот принцип взимания с топлива, включения этого налога в топливо, повторяю, он во многих странах реализован. Например, в США фискальная составляющая в цене топлива 20-30%, туда же практически включен, практически включенный транспортный налог. У нас фискальная составляющая так, очень большая, она доходит до 60-70% стоимости топлива. То есть, уже сейчас, кроме этого налога, мы платим с каждого купленного литра топлива, с каждого рубля, потраченного на литр топлива, мы платим 67 копеек в бюджет государства. Это огромный фискальный нагрузок. По-хорошему, этот налог надо было бы отменить, вообще отменить. Потому что и так автомобилистов сдирают просто огромные суммы. Это и запретительные пошлины практически, огромные, фактически запретительные иномарки. Это и дорогое топливо в розницу для собственных граждан, хотя мы страна, которая добывает нефть, продает ее. В странах, которые закупают нефть, стоимость топлива в рублевом выражении, тем более по сравнению с зарплатами, вообще не говорю, рублевом выражении, она ниже, чем стоимость на нашем российском внутреннем рынке. По-хорошему, повторяю, налог вообще надо было бы отменить. Но, тем не менее, как компромисс его можно включить в топливо. Наши эксперты посчитали, что это будет сопровождаться подорожанием топлива где-то на рубль, на полтора. Но это те деньги, которые есть смысл платить, потому что можно регулировать собственные затраты, контролировать собственный бюджет, поскольку, повторяю, вы можете и пересаживаться на общественный транспорт, тогда время, которое вы провели не за рулем собственного автомобиля, оно не будет облагаться никаким налогом, как происходит сейчас. Вы можете в год, повторяю, в течение месяца пользоваться автомобилем, платить налог за год. Мы с этим предложением вышли на комитет по транспорту Госдумы. Я являюсь членом экспертного совета, при этом комитете. Я имел беседу с руководителем комитета Сергея Николаевича Шикарева. Мы очень грамотные, адекватные специалисты и толковый депутат, скажем так. Он с пониманием отнесся к нашему предложению. И могу сказать, что было уже заседание экспертного совета, где я этот вопрос докладывал. Мои коллеги из экспертного совета практически все одобрили такой подход. Мы сейчас будем заниматься этим вопросом. И аппарат комитета уже занимается этим вопросом. Я надеюсь, что члены комитета одобрят эту идею. И если все свяжется, все будет нормально, то тогда комитет в этом году, я думаю, что Сергей Николаевич говорит, что после новогодних каникул, выступит с такой законодательной инициативой об изменении счисления транспортного налога и перевода его в стоимость топлива. Повторяю, почти в 100 странах этот налог включен в стоимость топлива. Китай, например, с 1 января 2009 года приступил к такой системе налога счисления. Еще есть один момент. Есть еще один момент такой, достаточно щекотливый или тонкий. Дело в том, что законом разрешено ставить на учет транспортные средства в одном регионе, а пользоваться им в другом. То есть здесь никакой привязки к региону нет. Если у вас автомобиль зарегистрирован в каком-то регионе, вы можете проживать в другом и работать в другом регионе, пользоваться этим автомобилем. Но ваш налог будет идти в регион, где ваше транспортное средство зарегистрировано. Таким образом, не очень тоже здорово, получается не очень справедливо. Вы деньги отдаете одному региону, а разбиваете дороги в другом регионе. Вот если включить транспортный налог в стоимость топлива, то такая несправедливость будет устранена. То есть там, где вы покупаете топливо, в этом регионе, естественно, в том числе и транзитники, и грузоперевозчики, и путешественники, и туристы, и все кто угодно. То есть ты покупаешь в этом регионе, значит ты едешь по этой дороге, значит ты с каждого купленного литра отдаешь часть денег в местный бюджет. Это очень правильно, очень нормально. Кстати, есть такой регион, как Республика Чувашия, которая сделала это статьей, прибыльной статьей местного своего регионального бюджета. У них самый низкий транспортный налог.